Всем привет, мои куколки, красотки и красавицы! Меня зовут Алена и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будут наконец-таки пустые баночки. Сразу скажу, наверное, я разделю это видео на две части. Если вы готовы терпеть первую часть длительностью от 30 минут, то наливайте себе чаек-кофеек и мы приступаем. Давайте начнем с небытовых пустых баночек. Мы их, наверное, оставим на конечную часть видеоролика, чтобы... Или видеороликов, не знаю, как получится... Чтобы те люди, которые не любят бытовые пустые баночки, смогли спокойненько закончить просмотр. Ну и погнали! Первое. Тут у нас есть несколько масок для лица. Сейчас я их соберу в едино и о каждой расскажу. Первое. Гарнир Аквабомба. Вот такая маска тканевая, увлажнение, супер увлажняющая, тонизирующая маска, утолять жажду кожи, тонизирует, пробуждает сияние. Одна маска равна 1 неделе использования ухода с увлажняющей сывороткой. 15-минутная вот такая вот маска. Честно, вот этот вот экземпляр, вот этот вот от марки Гарнир я дала попробовать своей маме. Кто смотрит меня постоянно и смотрит мои влоги, те знают, что у меня на нее была аллергия. У меня после ее использования сразу выскочило два воспаления. У мамы точно такая же ситуация. Она говорит, Ален, ну ладно, у тебя кожа как бы расположена к воспалениям, но у меня откуда у возрастной непроблемной кожи появилось несколько прыщей. В общем, не всем она подходит. Мне не понравилось, что у этой маски ни лекала, ни ее действия. Кому-то подходит, кому-то нет. Моей коже, к сожалению, не подошла эта маска. И понять не могу, почему именно у нее идет вот эта вот вторая синяя пленка. Для чего она, если же она сразу после нанесения снимается? Не знаю. Лучше бы они сделали просто одну тканевую часть и не выпендривались с второй вот этой вот синей частью. Дальше Дизао. Необыкновенная пузырьковая маска. Лицо, кислород и уголь. Глубокое очищение пор и увлажнение. Вот такая вот маска. Красивая такая, Мона Лиза изображена. Тут у нас производство тоже Корея, как и у масок от Skinlight, вот этих вот пузырьковых. Но сказать честно, маска от Дизао мне понравилась намного меньше, чем маска от Skinlight. Для меня Skinlight оказалась более жесткой по своим очищающим функциям. Она более, лучше осветляет лицо после применения. И у нее пенка такая хардкорная. То есть вот та маска для меня самая-самая идеальная, потому что у меня кожа жирная. Временами жирная, бывает комбинированная. Она у меня с расширенными порами, поэтому для меня показалось, что та маска намного лучше. Вот очень мягенькая, очень приятная. Не сказать, что она плохая. Мне кажется, она идеально будет для обладательниц сухой кожи. Дальше вот такая вот штучка у меня смешная была. Я когда-то делала заказ корейской косметики, и там попался мне вот такой вот пробник. Что же это такое? Когда я увидела, подумала, господи, что это за интерпретация чего вообще? И что это за изображение? Потом я только поняла, прогуглив и переведя все вот это вот написанное тут на корейском языке. В общем, это такой набор для удаления прыщей. Знаете, как он работает? Тут у нас идет первая ступень, палочка, которая пропитана каким-то спиртовым лосьоном на основе календулы. Дальше у нас идет вот такой вот крем, который вы наносите после того, как вы прижгли с помощью вот этой вот палочки свое воспаление. И потом тут идет набор маленьких пластырей. Я сначала не поняла, для чего нужны эти пластыри, или такие мелкие кружочками, но потом поняла. Когда вы обработали всеми двумя этапами ваш прыщик, вы его заклеивать и можете спокойненько наносить макияж. Этот трюк очень часто используют с пластырем, я имею в виду, очень часто используют японки. Когда у них появляется кое-какие воспаления, они клеят этот пластырь, обрабатывая предварительно это воспаление и спокойненько наносят макияж. И этот прыщик не видно. Не пользовалась я еще этими пластырями, ничего сказать не могу, но вот этой вот комбинацией из первой и второй ступени я пользовалась. И, если честно, вещь абсолютно бесполезная. Просто ватная палочка, здоровая такая, большая, которая пропитана, не знаю, настойкой календулы. И все, как бы ничего сверхъестественного. Дальше две отвратительных альгинатных маски, которые я брала в санги стиль, вообще больше никогда не возьму. И вы, девчонки, не берите. Почему не берите? Сейчас объясню. В общем, это альгинатные маски. Одна у нас идет золотая с экстрактом женьшеня, вот такая вот. А другая у нас идет антистресс. Вот запомните их в лицо и никогда в жизни не берите. И дело тут не потому, что, может быть, вашей коже подойдет, может, не подойдет. Нет. Тут дело в том, что, ну, производитель у нас идет Москва. Очередной раз убеждаюсь, что, ну, не наше это делать альгинатные маски. Так, в общем, когда вы ее разводите с водой, это маска. Тут написано, что нужно именно разводить ее холодной водой. Окей. Все соблюдено по инструкции. Когда вы начинаете размешивать, ее же нужно как? Быстрыми движениями вы размешиваете и наносите на свое лицо. Все, это нужно делать очень быстро, плотным слоем и ложиться в вертикальное положение. Ложиться в вертикальное положение, ну, вы меня поняли. То есть принять вертикальное положение и лежать так с маской, потом просто одним пластом снизу вверх снять. Девчонки, я даже развести не смогла. То есть я начала в нее добавлять воду, постепенно размешивая, очень-очень быстро делала, сразу хочу сказать, не медлила. И она моментально загустела. У нее там такие комочки образовались. Я начинаю ее наносить, а она, я буквально вот столько на лице площади, на эту площадь точнее нанесла эту маску, все, она застыла. Я даже не поняла, я ее даже не попробовала. Я думаю, боже мой, и эти штуки стоят больше 100 рублей, эти альгинатные маски. Хрень редкостная. Эффекта ноль. Просто, ну, я не знаю, выкинула я деньги. У меня еще и третья такая лежит, не хочу я ей пользоваться. Кому-нибудь отдам, может быть, кто-то найдет ей применение как-то грамотнее. Ну, в общем, не знаю. И мама моя попробовала, вот одну мама моя пробовала, другую. Я, она говорит, что я ее даже нанести не успела. Хотя у нас лежит банка корейской альгинатной маски, там объем 250 грамм. В общем, нам ее хватает очень надолго. И вот ее мы успеваем и размешать, и нанести, и плотным слоем. И вот абсолютно комфортнейшая маска. Именно вот та, которая корейская. Вот эти нет, гадость редкостная. Дальше вот такая вот масочка. Она у нас идет, по-моему, с яйцом. Увлажняющая яичная маска для лица на тканевой основе. Вот такая вот смешная масочка. Очень приятненькая, очень такая, знаете, ну, нейтральная, что ли, как это правильно назвать. Отлично. Просто, если она стоит в районе 50 рублей, не знаю, сколько она стоит, мне ее в подарок дали. Если она стоит в районе 50-70 рублей, в принципе, можно взять, попробовать. Липкой пленки не оставляет. Единственное, что коротковатая лекала. То есть для таких вот средних лиц, не для маленького лица, а для среднего лица даже не подойдет. Потому что будет вот так вот только доходить. А так, ну, мне понравилось. Я делала до макияжа. И отлично ничего, никакой липкой пленки. Хорошо увлажненное лицо. Нормально. Дальше у меня закончилось две вот таких вот маски от баньки Агафьи. Одна у нас маска для лица успокаивающая, вот такая фиолетовая. А другая у нас маска для лица омолаживающая, вот такая. Они, в принципе, одинаковые по своим свойствам. Единственное, что когда вот тут написано банька Агафьи, ее лучше делать именно в бане, нежели в ванной. В ванной эффект хуже, в бане эффект лучше. Обычные такие вот кремовые маски для лица, которые вы наносите, вот так вот делаете. Наносите и спустя 10-15 минут смываете. Ничего сверхъестественного. Обычное такое увлажненное лицо. Вау, эффекта нет. Однозначно хочу сказать. Мне их дарили. И больше как бы не повторю, есть намного лучше маски. Дальше. Вот такая вот от Body Art маска из пятерочки. Маска для лица лифтинг с экстрактом граната, розы, овса, алоэ вера, гиалуроновой кислоты, масло зародышей, пшеницы. Вот такая вот маска. Я ее повторю. Многие мне девчонки написали, когда я ее тестировала во влоге, многие мне написали, что Алена, у меня вот аллергия, Алена, а я чуть ли не в больницу попала с этой маски. У меня ничего такого не произошло. Ну, нормальная маска, как бы и дело, и дело, отлично увлажняющая тканевая маска, которая оставляет после себя никакой, которая наоборот не оставляет после себя никакой липкости, ничего. Поэтому я ее, наверное, еще и повторю. Возьму пару себе штучек даже в отпуск. Дальше. Вот такая вот маска банановая. Она продается в Акее. От Foskin. Питание, витаминизирование, в общем, и что, и что, и все. Ну, питающая маска с экстрактом банана, вот так вкратце скажу. Она классно пахнет, у нее хорошая пропитка. Пропитана она не гелем, а таким плотненьким кремом. Но ее хорошо делать только на ночь, потому что после себя она вставляет очень-очень много этого крема на вашем лице, что приходится буквально идти и бумажным полотенцем убирать все излишки, которые не впитались в кожу. Не знаю, если у вас супер сухое лицо, можно попробовать. И отдушка у нее такая приятная, химозненькая, бананом. Поэтому нормально. Дальше. Две маски от чистой линии. Ой, чистой линии. Чистой линии черный жемчуг. Чистая линия увлажнения тканевая маска. Одна тканевая маска равна салонной процедуре. Бореальный фито-коктейль. Вот такая маска. Я вам все уши про них прожужжала. Мне очень они нравятся. Я повторяю их, повторяю, повторяю. Классные за 70 рублей. Просто обалденное лицо. Единственное, что широковато лекало. То есть вот тканевые части, где они должны заканчиваться, вот тут. Вот они немножко заходят из-за уха. Ну и можно вот так на уши еще эту маску положить. И чуть-чуть, чтобы ваши уши тоже напитались. Вот этим всем, чем пропитана эта маска. Но она классная. Действительно, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. Вот такая вот маска от черного жемчуга. Это, по-моему, третья, которую я брала. Это питание и омоложение. Эффект с первой секунды. Мне понравилось в этих масках то, что они рисуют лекало, которое должно быть в упаковке. То есть в какой-то маске было нарисовано лекало с вот такой вот тканевой частью для шеи. В какой-то маске не было вот этой тканевой части для шеи. Мне не понравились две предыдущие, которые я делала. Но вот эта мне понравилась маска. Я не знаю, правда, почему насыщенно питает и увлажняет, разглаживает морщинки, повышает упругость и эластичность кожи. Я совсем согласна. Мне она очень понравилась. Вот эти две маски мне действительно очень-очень нравятся. Вот эти прям неизменная любовь. А вот это вот даже может быть повторю. Девчонки, вы думали, все у меня тканевые маски. Ничего подобного. Вот такие вот патчи новинка от марки Гарниер. Увлажнение, свежий взгляд. Тканевый патч под глаза. Апельсиновый сок и гиалуроновая кислота. Два патча под глаза. Минус 4 охлаждающий эффект. 15 минут. Тут тоже вот эта дебильная есть какая-то вторая часть на этих патчах. Я их налепила. Я с ними походила. Но я во влоге с вами тестировала их. Я ничего не заметила. Но вообще, что с ними, что без них. Мне кажется, от увлажняющего крема больше толку, чем от них. Не стоят они своих денег. Одна пара даже не гидрогелевых патчей, даже не гелевых, понимаете, стоит 70 рублей. Гарнир просто, мне кажется, обалдел. Так, и вот еще одна маска вот такая. Только это у меня преображение. На моем лице вот эти две маски действуют абсолютно одинаково. Но и ту, и ту всегда беру. Нравятся они мне. Да. Ну как, относительно много. Первое. Закончилась у меня мицеллярная вода для лица, век и губ. Очищение плюс и ход. Удаляет макияж одним движением. Успокаивает и ухаживает с первой секунды. В общем, черный жемчуг, вот такая мицеллярная вода. Брала ее по скидкам, чтобы попробовать. И честно, она мне не понравилась. Для снятия макияжа с глаз она оказалась просто каким-то адом. Дело в том, что она очень щипала глаза. Мне лично вот прям очень-очень сильно. Я заметила, что у многих девчонок, тоже блогеров, которые жаловались на эту мицеллярную воду, они все в один голос говорили, щипят глаза, щипят глаза, чувствительные глаза. Ну, как-то нет. Больше бы я ее не повторила. Это, наверное, ну не первый. Это один из провальных продуктов в моем любимом косметическом бренде черный жемчуг. А так я этот бренд очень люблю и уважаю. Дальше. Тоник от Линда Косметикс. Он у меня уже закончился. Это ультраклининг, витамин В5, алоэ вера, матирующий тоник для лица, мгновенная свежесть, бархатистая кожа. Я вам его показывала в своих покупках. Девчонки, он у меня почему быстро шел? У нас объем, по-моему, сколько? 200 мл. Я брала и замораживала этот тоник в форме для льда. И потом с утра этим кубиком льда протирала свою кожу. Кубик льда из тоника. Очень-очень классная вещь. Работает как крио массаж. Если вы не пробовали, то обязательно попробуйте. Мне нравится этот тоник. Даже буду его повторять 100%. Это один из моих любимых тоников для лица. Дальше. Вот такая вот термальная вода. Термолайн. Вода для лица термального источника. Освежающая. Освежает, увлажняет, тонизирует кожу, закрепляя макияж. От марки Белита Витекс. Ну, насчет закреплять макияж нет однозначно. Очень классное распыление у этой, хотелось сказать, мицеллярной воды. Термальной воды. Очень классное распыление. Она не делает на вашем лице ничего такого липкого, неприятного. Вот знаете, действительно классная термальная вода, которая делает экспресс увлажнение, когда у вас просто, ну или вам лень, или нет времени нанести увлажняющую какую-то сыворотку или крем. Я буду брать с собой пару упаковок таких термальных вод на море. В общем, классно, мне понравилось. Действительно достойная, бюджетная термальная вода. Дальше выбрасываю, показывала в своих разочарованиях. Это вот этот вот пилинг-скатку для лица. Одна с муцином улитки, другая с рактовыми кислотами от марки Комплимент. Вот так вот, чтобы вам показать. Мне не нравится, как они работают. Я много раз вам говорила, что для меня это просто убийца для моей кожи. Эта пилинг-скатка образовывает катышки, которые тормозятся на одном месте. Повторюсь, опять же, из видео-видео говорю про это. Тормозятся на одном месте, и потом на этом месте, когда вы с горем пополам смыли эту скатку, образовывается шелушение. Нет, нет, еще раз нет, больше не повторю. Выкидываю, прям вот они полные тюбики, полные флаконы. Пыталась приспособить и на пяточки, и на ноги как-то вымазать, чтобы против росших волос мне кто-то посоветовал пилинг-скатку использовать. Нет, тот же самый эффект, что и на лице. Даже на пятках такое произошло, поэтому я просто шел. Дальше что я вам покажу, закончилась у меня от Елизавета вот такая вот бабл маск. Пузырящаяся маска, вот так вот она выглядит. Кто-то у меня спрашивал, достойная, недостойная, стоит ли она своих денег, не стоит. Не стоит она своих денег, вот честно. Для меня эффект больше дает маски пузырящиеся от Skinlight, нежели вот эта Елизавета. Я Елизавета раньше называла, теперь Елизавета. Елизавета правильно называется. Вообще не понравилось. Не то, чтобы прям она ничего не делает. Она делает, но что-то такое, чего не видно. Вот так как-то. Она, да, она пузырящаяся. Она при контакте с воздухом начинает постепенно пузыриться. Это очень приятный, такие, очень приятная щекотка такой, массаж некий. Ну, блин. Ну, не стоит. Ну, куда нафиг? 2000 рублей, около 2000 она стоит. И объем у нее маленький. Сколько тут объем? Девчонки, 100 грамм тут объем. Не стоит того. Так, дальше. Палмалиф, роскошь масел, гель для душа с маслом Акадамии и экстрактами пиона. Очень люблю гели для душа, вот эти вот новые от Палмалиф, роскошь масел. Но именно вот эта версия с пионом мне не понравилась абсолютно по своему запаху. Та предыдущая, которую первую я брала, она намного лучше. Но отдать должное вот этим гелям для душа от Палмалиф, они не сушат кожу абсолютно. И после них можно не наносить лосьон. И запах, в принципе, остается, но ненадолго. Вот так вот. Дальше выбрасываю целый тоник для волос, это лосьон. Регенератор для сухих и тонких волос от марки Green Mama. Вот такой вот лосьон. Как-то у меня... Ой, Барина, не фокусируется. Вот. Как-то... Ага, сфокусировалась. Как-то давно была представлена эта марка в экспрессе. Ну и я, как дурочка, знаете, стадный инстинкт. Все набирают там все, и я наберу. В общем, взялась и в несколько упаковок этих лосьонов для сухих и тонких волос. Поначалу эффект прям был классный. Но пахнет, знаете, чем? Для меня это пахнет химической завивкой для волос. Но поначалу мне нравилось. Потом как-то я начала постоянно пользоваться этим спреем. Это у меня второй флакон, и почему выбрасываю, сейчас вам расскажу. Постоянно начала пользоваться, и у меня кусками начала слазить краска. Я не знаю почему, честно. Может быть, это особенность лично моих волос. Этот спрей выбрасываю. Еще очень сильно стали сохнуть волосы. То есть эффект от обратного пошел. Увлажняются они, а наоборот стали сухими. Вот. В общем, поэтому выбрасываю. Тем более срок годности у него тут абсолютно истек. К сожалению. Я его уже открывала. И пользовалась с момента вскрытия 6 месяцев. И вообще как-то дружба с маркой Green Mama у меня не сложилась. Дальше. Морской коллаген. Скраб-актив для кожи головы. Обновляющий очищение микроциркуляции. Морской коллаген и водоросли. Вот такой вот от Белита. Да, это же, по-моему, Белита. Да, Белита. Сказать честно, возлагала просто огромнейшие надежды. Заказывала этот именно экземпляр с Patata People. Уже делала обзор. И, по-моему, с января, с января или февраля месяца он у меня стоял, этот скраб. Но как-то рука у меня к нему не тянулась. Тут я решила снова возобновить использование его в своем, так скажем, уходе за волосами. И что я обнаружила? В принципе, там очень такой вот жидкий продукт. Он такой, знаете, как желе. Такое слаборазведенное такое желатин. Даже не желе, а желатин. И в нем в составе есть такие вот частички, как типа абрикосовых косточек. Что-то наподобие. Но они настолько редкие. И плюс ко всему, когда вы начинаете скрабировать, вы не чувствуете, что вы скрабируете кожу головы. Вы просто чувствуете, что вы чем-то желеобразным елозите по коже. Потом, когда вы начинаете смывать, у вас очень сильно сохнут волосы. Я не знаю почему. Поначалу у меня такого не было. Потом они стали у меня просто от этого скраба сильно сохнуть. Я не знаю, может быть в составе что-то не то. Может быть реакция, опять же, волос какая-то была противоположная. Но однозначно я бы этот продукт не советовала. Как скраб для кожи головы. Лучше сделайте его сами. Как он делается? Вы берете обычный шампунь. Добавляете туда соль. Обычную. До той консистенции, которая вам нужна. То есть тот скраб, той жесткости, которая вам нужна. Затем вы просто берете на кончике пальцев, запускаете в голову и начинаете вот так вот активно массажировать кожу головы. И тем самым, вот он вам, пожалуйста, скраб. Но вот на такие вот штучки не ведитесь. Вот этот вот именно скраб позорный. Я ищу на Туру Сибирику скраб, который облепеховый. Я его нигде не могу найти именно для кожи головы. Может быть его сняли с продажи, а может быть уже как бы его и нет. Не знаю. Но этот жидкий, этот объем у него 150 миллилитров, расход очень большой. И как скраб он абсолютно не работает. Дальше комплимент. Нейчерлс тоник для лица травяной лаванды и мелисса. Это неплохой тоник, но нравится он больше не мне, а моей маме. Мне он не нравится абсолютно. Он вроде бы хорош, вроде бы и тонизирование есть, но липкая пленка остается. А я терпеть не могу липкость на лице после умывания. Поэтому нет. Для меня лично этот продукт бесполезный. Дальше, что у меня есть. Я беру сразу несколько продуктов и показываю вам. Чистая линия фитотерапии. Гель для душа, черная смородина, обновляющая, разглаживающая упругость и тонус кожи. Вот такой вот гель для душа. Ой, девчонки, испортился он. Несмотря на то, что тут и отдушка та же. Настоящая прям смородина. То есть это не химическая отдушка, это прям листики смородины. Ну, испортился. Консистенция уже не та. Пенится уже не так. Расход бешеный. Я не знаю, что изменило чисто или не в своем составе. Но этот гель для душа мне абсолютно пришелся не по душе. За исключением аромата. У них есть точно такой же... Это так надо. У них есть точно такой же гель для душа со скрабирующими частичками. Вот он будет намного получше. Дальше вот такой Али Аппетит Марселье. Это у нас мятный восторг. Гель для душа экстра мягкий, увлажняет и освежает. Вот такой вот гель. Вот так. В фикс прайсе 77 рублей стоит. Но сейчас его, к сожалению, нет на полках у нас. Как он классно пахнет. Прям мята, листиками мята. С утра, прям летом освежающий, тонизирующий эффект, пробуждающий вас. Огонь. Мне очень нравится этот гель для душа появится в фиксе повторюю. Ну или по акциям где-то. Если найду, то обязательно повторю. Чаю. Стандартная покупка. Очень часто беру его. Но не часто, а прям регулярно. И у меня не тянется рука к другим ополаскивателям полости рта. Этот мне нравится и по своим свойствам, и по объему, и по каким-то вот этим вкусовым качествам. Люблю я его. В фикс прайсе он, ну не самая, сказать честно, дешевая цена. 500 мл фикси стоит 99 рублей. По акции я нашла в каком-то магазине, уже точно не помню. Не то не стала брать, потому что у меня уже был в запасах. Он стоил 79 по акции. Так что как-то так. Можно по акции найти и подешевле. Так. Скраб для тела, фитокосметик, интенсивный уход, виноградно-сахарный для упругости, кожи. С маслом миндаля и соком клюквы. Такой скраб. Кайф. Вообще кайфовый скраб. Мне нравится и по объему. И то, что типа а-ля travel вариант. И по запаху. Запах прям карамели какой-то фруктовой. Такой недешевой карамели фруктовой. И вот такая у него консистенция. Он плотный. У него очень много разнокалиберных, так скажем, скрабирующих частичек. Очень-очень классно мне понравился. Дальше. Гангер минерал невидимый. Защита от следов пятенного выцветания. 48 часов нон-стоп. Якобы он не виден на черном, на белом, на цветном. Нигде он не виден. Запах у него вообще какой-то косметический, приторный. Но по факту. Я же когда покупаю дезодорант, я рассчитываю на вот эту вот надпись. А потом я в итоге получаю шиш. Когда одеваюсь, надеваю что-то на себя, будь то это цветное или черное. В основном это у меня очень видно на черном. И у меня вот тут белые полосы. Думаю, твою же мать, зачем вы тут пишете то, что он невидимый. Пишите, нифига не невидимый он. Видимый наоборот. Блин, ну вот обидно очень, когда покупаешь такие дезодоранты с многообещающим названием. А в итоге они остаются, вот эти вот полосы белые, на любых тканях, на любых цветных, на черных. На белых только не остается. И то, спасибо большое, хоть он там не дает, так скажем, свой отпечаток. Но по факту он защищал неплохо, кстати. Ничего не могу сказать плохого. Дальше, что у меня тут еще есть. О, сколько у меня тут всего еще. В общем, Лепетит Марселье. Вот такой вот гель для душа, цветок мака и молочко хлопка. Гель для душа питает, увлажняет. Вот такой вот красный. Он мне вообще не понравился. Объем у нас идет, что там, у мятного, что у этого красного, 250 миллилитров. Девчонки, вообще никакой. Единственное, что у него классное, это консистенция. Густая, пенится хорошо. Запах мне не понравился. Он не остается на теле, слава богу, потому что мне запах не понравился. И не увлажняет кожу. У меня он очень сильно сушил кожу. Так, дальше, что у нас тут еще. Выбрасывает этот вот бальзам. Тоже был бум в фикс прайсе. Ой, нам завезли Шварцкоп. Ой, нам завезли это. Нам завезли эту Грин Маму. Быстрее давайте все покупать. А то, что этот продукт говняшка, узнали все только потом, когда уже скупили несколько флаконов. Это вот такой Ультима с роскошной эссенцией жемчуга. Бальзам с экстрактом янтаря и маслом для экстремально поврежденных и сухих волос. Ой, как он мне надоел. Он мне стоял, стоял. Запах, да, такой приятный, косметический. На волосах делает черт знает что. На теле я его использовала как смываемый кондиционер для тела в душе. Тоже не понравился мне. Он какую-то пленку мне создает на теле. Не липкую, а просто пленку такую жирную. Поэтому нет, выбрасываю. И вот я поняла очередной раз, что Шварцкоп это продукция не для меня в плане ухода за волосами. Потому что я брала до того, как появился в фикс прайсе вот этот вот ассортимент этих средств по уходу за волосами. Я брала себе как-то маску на скидках. И она мне тоже не подошла. Она делала из моих волос паклю. Поэтому как-то так. Нет, не подходит. Черный жемчуг, ухаживающий тоник комфорта, чечения и уход. Вот такой вот тоник. Я его называю тонер. Он вот такого розового цвета. Кому-то он не подошел. Но мне он подходил, точнее, просто идеально. Я думала, что он мне будет хорош на летний период времени. Но нет, он мне идеален был именно в зимний период времени. Работал как корейский тонер на моем лице. У меня до этого был тонер, который у меня закончился. И они работают просто идентично. С той разницей, что тот тонер стоит ого-го сколько. А этот тоник всего 100 рублей. Мне понравился. Тоник комфорт. В общем, для сухой и чувствительной кожи. Приятно пах. Липкой пленки не оставлял. И даже, можно сказать, чуть-чуть даже кожу увлажнял. Так, дальше. Вот такой вот тоник для лица увлажняющий. От Вилсон. В общем, в фикс-прайсе продается белый чай, притамин B5, экстракт огурца. Вот такой вот тоник. Но ешкин кот. Не хочет фокус. Ну, я думаю, вы поняли. Ну, понятно же, блин. Вот так вот. Танцы с бубнами закончены. Что по поводу его свойств? Неплохой тоник. В принципе, ничего сверхъестественного. Я его замораживала в качестве кубиков для... Кубиков и льда для протирания лица с утра. Протирание. Нормально. Вот. Поэтому нормальный тоник. Ничего сверхъестественного. Дальше. Что у меня тут есть? Вот такая вот маска бальзам закончилась. Тоже с фикс-прайса. Восстанавливающая от корней до кончиков. От корней, да. Вот такая вот. А-ля типа Корея. Не Корея. Япония. Не Япония. А в итоге, что республика Татарстан, город Казань. Не люблю, когда так делают. Используют какие-то японские, китайские, корейские иероглифы. И потом сзади написано, что изготовитель, например, идет Москва или Казань. В общем, по поводу этого бальзама. Он есть в двух разновидностях. У него тут огромный объем 450 миллилитров. Это не маска. Это вот типичный бальзам-кондиционер. Хорошо распутывает волосы. И волосы просто хорошо прокондиционированы и расчесываются неплохо. А так ничего сверхъестественного. Дальше шлейф из звезд. Крем-духи для тела. Органик Китчен. Девчонки, тут я недавно про них забыла. Они у меня прям стояли. Тут чуть-чуть-чуть-чуть осталось. И я вспомнила этот запах, с которым я ходила все прошлое лет. Это действительно крем-духи. Классный. Мне понравился. Даже, может быть, повторю. Но мне не понравился он немножко по своей консистенции. Он не быстро впитывается. И как бы немножечко вот этот вот скользкий эффект, особенно если вы наносите на ноги, вот это вот скольжение и трение нога об ногу. Мне очень приятно. А запах классный, действительно. Я еще хочу их попробовать твердой духи. Правда, они стоят 200 с чем-то рублей. Думаю, ладно, как-нибудь на скидках приобрету себе. Дальше. Органик Манго. Это у нас Органик Шоп. Нежный пилинг для лица. Абрикосовая манго. Стоял он у меня очень долго. Истек срок годности. У него очень такая кремовая консистенция. Мелкие скрабирующие частички. И да, это действительно такой легкий пилинг. Ничего сверхъестественного. Но повторять больше не буду. Есть продукты намного достойнее, которые мне действительно запали в душу. Так, еще что у меня тут есть-то? Э? Что у меня тут есть-то? Вот. Маска для волос. Восстанавливающая для волос на основе масел шеи и макадамии. Ботовикос. Вот такая вот маска. Девчонки, это единственная маска натуральная, которая ни парабен, ни СЛС, ни силикона не имеет в своем составе, которая мне подошла для волос. Я просто от нее кайфовала. Она на основе масел. И, к сожалению, я хотела себе ее купить снова. Но ее нигде нет в продаже. Представляете? Я не знаю почему. Но маска классная. Конечно, стоит она 300 с чем-то рублей. Но она действительно работающая. Тут даже состав очень-очень крутой. Тут идет и масло макадамии, и ши. В общем, тут в составе одни эфирные и натуральные масла. Все. Тут на английском языке я вам все перечислять не буду, но мне маска нравится. Дальше. Вот такая вот витаминная пенка для умывания смузи-фрук. Кокос, чаи, манго. Нежное очищение без сухости. Вот 100 рецептов красоты. Нормальная пенка, но это больше не пенка, а такой, как такой, знаете, крем для умывания. То есть она не пенится, не образовывает эту самую пенку. Гарниер Минерал с невидимой, против влажности. Позволяет коже дышать антиперспирант без спирта, без парабенов. Та же самая ситуация. Вот точно такая же. Вот эти белые полосы, прям терпеть их не могу. А так дезодоранты, кстати, о Гарниер, у меня к ним никаких претензий. Вот они меня не подводят, действительно. Дальше. Чистая линия. Мицеллярная вода 3 в 1. Цветочная. Снимает макияж, успокаивает и смягчает. Для всех типов кожи. Очень люблю я их мицеллярку и в голубой версии, и в розовой. Но больше всего нравится именно в розовой. Я не знаю почему, хотя именно мне по моему типу кожи подходит именно голубая версия. Дальше. Несколько тут продуктов осталось последних. Закончилось у меня вот такое вот гидрофильное масло с маслом органы и маслом цубаки для глубокого очищения кожи. Я очень люблю это гидрофильное масло, но летом я не люблю гидрофильное масло. Гидрофильное масло не люблю для летнего периода времени в своем арсенале. Объясню почему. Не очень я люблю, когда вот жара и вот этот вот жир. А на зиму конфетка мне очень он нравился. Я его 100% повторю. Это масло точнее, гидрофильное масло я его повторю, потому что классно. Мне действительно понравилось. Салициловая пилинг-скатка. Глубокое очищение от пропеллер. Вот такая вот. Если сравнить черную версию их скаток и вот эту вот, мне больше нравится черная. Хотя эта тоже неплохая. Кто-то мне писал, что им не подходит. Но опять же, у всех кожа разная. Кому-то что-то подходит, кому-то нет. У меня вот такой вот крем Невея. Я вам его показывала. Это обычная шайбочка ихняя классическая 30-миллилитровая. Использовала на волосы. Эффект классный. Долго зацикливаться на нем не будем, потому что я уже много раз рассказывала. Выбрасываю вот такую фруктовую пасту для депиляции волос. На днях я тут... Это у меня санги стиль. На днях я хотела прям опять попробовать ее. Начала ее распределять. И просто я была готова ее выбросить с окна. Она мне просто какую-то липкость на теле оставляла. Я не могла убрать этот воск, этот сахар. Не для меня вообще эти вещи. И я согласна, что я тут в этом плане криворукая. Но не могу я ими пользоваться. Отдавать кому-то у меня никто не делает. Именно такие вот депиляцию дома именно. Для них это бесполезная вещь. Так, дальше. Вот такой вот лучший рецепт. Бальзам маска для контура глаз против морщин и отечности. Зеленым чаем, петрушкой и огурцом. Кто-то использует как крем. Это Белит и Витекс. Кто-то использует как крем для кожи вокруг глаз. У вас кто-то использует как маску. Неплохой продукт. И действительно, это очень классный бюджетный вариант. 30-миллилитровый. Как замена патчем. Поэтому, если вы ищете бюджетный патч, присмотритесь к этому. Неплохо освежает взгляд. И, в принципе, личико довольно-таки свеженькое становится. Несколько декоративных продуктов. Арт-визаж. Это у меня фиксирующий гель для бровей. Вот такой вот закончился. Очень-очень он классный. Я беру его уже раз в 50-е. Люблю, обожаю. Мне не нравятся их цветные гели для бровей. Но мне нравится этот прозрачный. Хорошо фиксирует брови. Делает вот эффект лакированных бровей. Стальных прям. Я люблю этот эффект. Мне нравится. Дальше. Претий. Байфлормар. Вот такая вот тушь-краска для бровей. Очень я ее люблю. У меня в светлом оттенке 01 Light. У нее вот такая вот классная щеточка. И содержит она в своем составе. Я не знаю, будет вам видно или нет. Топчащие волоски. Это фибра. Которая позволяет вам при распределении этого продукта по вашим бровям делать эффект густых бровей. Вещь, конечно, не дешевая. Если сравнивать с какими-то бюджетными продуктами. В том плане, что она стоит 300-400 рублей без скидки. Но она того стоит. Мне она безумно нравится. У меня еще такой в темном варианте стоит. В арсенале, так скажем. Отвратительная база от Evelyn. Которая идет под тени. Спиртовая вот эта база. Тут у меня все подстерлось. Отвратная вещь, девчонки. Пахнет вот прям водка. Вот серьезно. Спирт-водка. Или спирт, или водка. Один из вариантов, точно. Тени она не держит. Она вот просто бесполезная. Еще и цена. Заломили цену. Дальше закончилась у меня вот такая активная сыворотка для V. Три в одном. В общем, для глаз от Evelyn. Кому-то нравится, кому-то нет. Именно вот этот вариант мне показался абсолютно бесполезным. Мне нравится с органой. Я прям приспособилась, как ей пользоваться. Я сначала ее наношу, эту сыворотку. А затем сразу же, прям моментально беру тушь и тогда крашу ресниц. Тогда эффект есть. Но если же я сначала накрашу один глаз, потом второй глаз, пройдет некоторое количество времени, сыворотка зафиксируется, зафиксирует ресницы в таком склеенном положении и тогда, к сожалению, сыворотка это делает мне поучей лапке. Не работает. Так, и последнее, что у меня тут закончилось, это вот такой вот бальзам для губ от Beauty Bar. Вот это мятный. Была пиар-рассылка и сказать честно, мне этот бальзам абсолютно не нравится. Только у него запах классный, такой мятной жвачки. Но по факту этот бальзам не работает. То есть он какие-то мелкие шелушения не убирает с ваших губ, не увлажняет, не питает. Я не знаю, кому он нравится, но он для моих губ нет, не подошел. И последнее, что закончилось из небытовых пустых баночек, это вот такая вот Complete Care, Himalaya Herbal, в общем, зубная паста. Она отвратительного цвета, вообще отвратительного. Смотрите, я не знаю, видно будет, не видно. Такой вот цвет земли. Пахнет она мятой, но она такая отвратительная, мне ее сразу хотелось выплюнуть. С горем пополам использовала и больше не повторяю. Давайте пробежимся быстро по бытовым пустых баночкам, по бытовым пустым баночкам, потому что их не так много. Закончилось два вот таких вот геля для стирки из фикс прайса, по 99 рублей они стоят. Средство предназначено для стирки белья из натуральных и синтетических тканей. Беру, повторяю, из раза в раз, потому что мне очень нравится, тут полтора литра стоит 99 рублей. Он не сильно густой, в отличие от Тайда, Ариэль и так далее. Но мне очень нравится, как он выполаскивается с ткани. Он хорошо отстирывает ткань, использует только для нижнего белья. Классно, мне нравится. Так, дальше. Санитарий формулы, спрей для ванной комнаты, чистота, сияние, глянец. Подходит для ежедневного применения, удаляет известковый налет, очищает и защищает. 500 миллилитров, тоже из фикс прайса, классный спрей. Мне очень нравится, как он очищает кран. Обалденно просто. Я даже ничего не тру, я просто наношу, оставлю буквально на 5 минут, просто прихожу и смываю. Классная вещь. Повторяю, тоже уже ввели второй. У меня флакон стоит такой в арсенале, так скажем, в обиходе. Или третий, точно уже не помню. Дальше. Адрелан, чистящее средство. 500 миллилитров, с цветочным ароматом. Вот такой вот, из пятерочки. Многие сказали, что ванну мою разъест это средство. Нет, ничего подобного. Очень классно. Единственное, что у него бешеный расход и неудобный дозатор. А так, просто идеальнейшее средство. Очищает все вообще. Ванну, туалет, раковину. Классно. Мне очень он понравился. Я его 100% повторю. Дальше. Пюр. Отбеливатель пятновыводитель. Две упаковки закончилось. По 600 грамм. Это у меня две версии для белого белья. Очень я люблю этот отбеливатель пятновыводитель. Добавляю при замачивании. И также добавляю при стирке в машинку. То есть я замочила белье с порошком для ручной стирки и чуть-чуть вот этого вот отбеливателя пятновыводителя. Затем после того, как у меня белье полежало в тазу, то есть я сделала, так скажем, замачивание. А потом эту ткань немножечко постирала вручную. Прям буквально чуть-чуть. Знаете, пожамкала чисто. Потом перебазировала машинку, добавила еще чуть-чуть и поставила или на ручную стирку, или на быструю стирку. Чтобы весь порошок ушел вместе с отбеливателем пятновыводителя. Вполне нужно, чтобы ткань была еще белее, чем есть. Мне очень нравится. Люблю я этот отбеливатель пятновыводитель. Многие не любят. Многие говорят, вот я терпеть его не могу. Ну, как бы ладно. Тут каждому свое. Дальше. Вот такой вот Big Power антижир. Эффективно удалять жир нагар. Обладает антибактериальными свойствами. Не понравился. Вообще абсолютно не понравился. Повторять больше не буду. Ничего он не делает. Честно, ничего. Так, дальше. Вот такой вот Вернель Супрем. Супер концентрат. Роскошная защита. Это у нас кондиционер для белья. Да, концентрированный. Фикс прайс их очень-очень много. Мне нравится запах. Запах прям классный. Такой прям парфюм. Устойчивый такой. Но этот запах, к сожалению, у меня на ткани не остается. Я не знаю, может я что-то неправильно делаю. Но вот тот, который кондиционер, вот этот вот, мне нравится намного больше, чем вот этот. Тут каждому, как говорится, свое. Раз уж я показала кондиционер для белья, это мой любимый полтора литровый за 55 рублей в фикс прайсе. Больший аромат в течение нескольких дней с аромокапсулами. Вот такой вот кондиционер. Люблю я его. И запах остается. И по консистенции он мне нравится. Вот просто супер. Вот такой вот Комет. Борется с жиром нежность рук. Без хлоринола. Вот такой вот Комет. Нормальный Комет. Но сейчас мне нравится другой порошок для чистки ванны. Он, мне кажется, более щадящий по отношению к рукам. Не бьющийся в нос. Не бьющий аромат в нос. То есть не пылит этот продукт. Я вам потом его в следующих пустых баночках обязательно покажу. Но вот этот вот мне не шибко понравился. Да, он мягче, но он очищает. Хуже. Классический Комет получше справляться со своей задачей. И последнее, что покажу. Освежитель воздуха. Горячий шоколад. Пусть ваш дом благухает. Air Pure. Вот такой освежитель воздуха. Для автоматических освежителей воздуха сменный баллон. Вот так вот он выглядит. О, даже чуть-чуть осталось. Классный такой аромат. Капучино или горячего шоколада. Тут, в принципе, и написано горячий шоколад. Отличные освежители. По 99 рублей 250 миллилитров. Автоматический освежитель воздуха. Конфетка. Ну вот и все, девчонки. Не пришлось мне разделять данный видеоролик на две части. Я надеюсь, я вас не сильно утомила своими пустыми баночками. И на это мое видео подошло к концу. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока.